Детский дом номер один Детский дом номер один Видишь, видишь, видишь Для участников «Сердце километров» ребята приготовили большую концертную программу. Но и мы в долгу не остались. В тайме приехал актер театра и голос телеканала «Енисей» Яков Оленов. Он решил подготовить детей к театральной жизни. Так, например, иногда проходят встречи артистов с режиссерами на репетициях. Работать! Не вижу огня в глазах! Что такое вообще? От чего? В нескольких воспитанниках детского дома Яков смог разглядеть артистические задатки и даже их немножко развить. После небольшого мастер-класса сцена из «Ромео и Джульетты» у ребят получилась почти как у профессиональных актеров. Видим вас? Да, вот так уж. Больше страсти, энергии, любви в конце концов. В зал, только в зал, давайте. Видим вас? Вот, хорошо. Почти час длился наш творческий диалог с воспитанниками Красноярского детского дома. Мы смогли подарить им не только игрушки, но самое главное – эмоции. Но ребята ждут другого, гораздо более важного подарка от судьбы. Им очень хочется, чтобы за ними пришли родители. Каждый день дети представляют себе, какими они должны быть. Добрыми, веселыми, всегда следить за мной, ухаживать и в трудные минуты возле меня быть. Вот так день за днем и участники велопробега, и ребята, к которым мы приезжали в гости, развеивали миф о том, что в детских домах живут какие-то другие дети. Мы влюбились в этих ребят, и ими каждый день гордятся воспитатели. Боют и танцуют, и лепят, и спортом занимаются. У нас спортсмены такие классные. У нас футбольная команда «ТТМ». Чемпионы мира в этом году стали, они в Варшаве. А ведь это одна из главных целей нашего проекта «Сердце-километры». Мы хотим показать всем жителям края. Не стоит бояться усыновления. Если вы готовы подарить маленькому человеку свою любовь и тепло – дарите. Они ответят вам тем же. Да, здесь трудные дети, но среди них есть такие, на которых хочется равняться. И это как раз те, кто принимали участие в этой акции. Может быть, кто-то ищет себе ребенка, кому-то одиноко. А наши дети ждут, когда наступит момент, и у них найдется мама и папа. Чтобы люди обратили внимание на проблему детей-сирот, участники нашего велопробега проехали больше 70 километров. Они побывали в шести маленьких городах и селах. Ведь именно там сложнее всего идут процессы усыновления. Ребята рассказывают, «Сердце-километры» для них – возможность сказать всему миру, что каждому нужна семья. Чтобы они брали детей побольше, чтобы было такое от сердца. Чтобы не так просто, что это надо. Чтобы искали ребенка к сердцу своему. Чтобы брали, не боялись, что ошибутся, не ошибутся в этом выборе. Либо сделать ребенка, либо взять из детского дома. Потому что из детского дома у них и таланты, и много чего. И мы верим в то, что, крутя эти педали на велосипедах, ребята не просто проезжали дистанцию, они проезжали в сердце километры. Цель этого проекта была простая. Просто говорить людям, что дети, сироты, дети, которые в детских домах и интернатах, они классные, они талантливые, они спортивные. И при всем уважении к коллективам детских домов, таких учреждений, но самое лучшее место для детей, конечно, это семья. Наш релопробег дополнил общероссийскую акцию «Россия без сирот». За два года ее участники накрутили по стране 15 тысяч километров. И на следующий год акция выйдет уже за пределы России. Телеканал Енисей тоже планирует расширить границы сердца километров. Опыт наш удался. И мероприятие получилось именно таким, каким мы себе его представляли. И уже даже есть понимание того, как это должно выглядеть в следующий раз. Я надеюсь, что следующим летом мы поедем уже в другом направлении Красноярского края, ведь в Красноярском крае, к сожалению, очень много детских домов. Итоги нашего велопробега мы подведем завтра. Но одну приятную новость хотим сообщить уже сейчас. Сразу после финиша сердца километров самую маленькую его участницу забрали в семью. А это значит, что мы стали на шаг ближе к общей цели. России, в которой нет сирот. Алина Штокова, Александр Шахаданов. Новости. Велопробег сердца километры организован телеканалом Енисей совместно с альянсом инициатив «Россия без сирот». Акция проходит при поддержке ОАО «Красцветмет».